добрый день дорогие зрители православного канала экзегет и сегодня наш выпуск христианского взгляда обратиться к такой недавно ставшие известные новости хотя в общем конечно тоже не совсем новость но сама публикация которые они рассказывают появилась вот буквально в празднование хэллоуина и как мы увидим скорее всего не случайно 31 октября этого года на youtube в англоязычном для англоязычной аудитории вышел ролик который является таким промо материалом для фильма который вот должен выйти в каком-то обозримом сравнительно будущем ролик этот фильм этот будет называться христиане тиз во множественном числе и со знаком вопроса ну то есть христианство такое своеобразное название для фильма избранная не его создателем джоном хирсом потому что вот он поставил себе целью вообще донести до западной аудитории понимание того что христианство это совсем не то к чему привыкла может быть большая часть этой американской в первую очередь аудитории поскольку фильм выходит соединенных штатах и что само христианство на самом деле весьма многообразно каким образом получилось так что она разделилась ну как считает создатель фильма на 200 основных каких-то деноминации тут мы конечно можем с ним поспорить сколько их там на самом деле не почему они для него являются основными но тем не менее и автор фильма ищет ответ как он по крайней мере об этом заявляет на то что же составляет вообще суть христианство и почему его внешние проявления столь их многообразные он рассматривает разные христианские традиции по всей вероятности там найдется место и православию по крайней мере сам джон хирс о нем не заявляется что он православный человек но он долгое время достаточно жил в грузии не сейчас помимо создание фильмов и помимо того что он является главой некого фонда первых вещей third things он при этом еще и является владельцем не коммерческого что очень странно наверное звучит для нас ресторана грузинской кухни и грузинской культуры где ни много ни мало является тамадой причем тамадой он выступает не в привычном для нас качестве тамады на свадьбах там где-то а на агапах вечерах любви которые он устраивают у себя в этом ресторане грузинской кухни и при этом в общем-то туда собираются самые разные люди матки не члены только лишь грузинской диаспоры вот тамада перед ними произносят тосты обучая их вот этой культуре грузинской произнесение тостов и также в общем-то они обсуждают на этих агапах какие-то такие острые дискуссионные вопросы касающиеся истории христианства в принципе вообще видимо вот ну из вот этой деятельности в грузинском ресторане и этих агапах с грузинским акцентом джон хирс по всей вероятности вывел идею своего фильма о многообразии исторического христианства этих формах которые сейчас она принимает при этом как уже было сказано он где-то так вот пытается найти именно какую-то вот суть которая может быть лежит в основе христианства как такового и один из таких важных вопросов которые он задает в ходе своих поисков адресован ну по крайней мере в этом ролике который предлагается вниманию зрителей известному телеведущему такеру карлсону нам очень хорошо известному по знаменитому интервью с владимиром владимировичем путиным которые он опубликовал в начале февраля 2024 года и вопрос который задан такеру карлсон звучит что вот они думаете ли вы не задумывались ли вы что присутствие зла в этом мире она дает как бы такой толчок человеку который заставляет его обратить свое внимание на поиски в этом мире добра и на этот вопрос такер карлсон отвечает что это именно та самая ситуация которая произошла с ним это его непосредственный опыт и далее он рассказывает такую общем конечно совершенно сногсшибательную и невероятно наверное для большинства привычные ему аудитории историю которая произошла непосредственно с ним самим причем всего лишь каких-то полтора года назад он отдыхал проводил ночь в своем охотничьем поместье в штате мэн в соединенных штатах и лежал своей постели вместе со своей женой четырьмя собаками такая вот у него привычка проводить ночное время и вдруг он почувствовал какой-то очень такое сильное совершившиеся на него нападение которые произвели какие-то невидимые и неизвестные ему духовные как сам он определил силы он почувствовал какую-то очень такую острую боль у себя на боках подмышками и в области плеч и почувствовал что он задыхается буквально что вот уже может потерять сознание от вот этого состояния у души это заставило проснулся он встал ничего не понимаю и когда он пошел в ванную где включил свет то обнаружил что на его боках подмышками на его плечах остались четыре глубоких таких раны оставленные вот по форме чем-то напоминающим такие большие когти ну тем не менее как-то после этого он вернулся в кровати заснул а когда с утра проснулся то подумал что наверное это был самый странный сон который он видел своей жизни однако когда он посмотрел на свои просто не увидел что они окровавлены а также заметил что оставлены на его теле вот эти вот ранения никуда не делись он понял что был изувечен вот какой-то такой невидимый как он сам по крайней мере заявил изувечен какой-то невидимой демонической силы и это конечно привело его состояние такого шока удивительно при этом он говорит что ни жена не собаки в это время не проснулись хотя как он утверждает обычно они спят очень таким легким сном очень легко просыпаются при малейшем каком-то звуке а тут вот никто из них не отреагировал на то что с ним произошло и несмотря на весь в общем такой до тех пор несокрушимые непробиваемый прагматизм и скептицизм такера карлсон он вынужден был признать что с ним случилось что-то такое заряда он выходящее за ответом он обратился к своей ассистентки которая являлась евангельской христианкой очень верующей такой женщин он позвонил я обрисовал ситуацию это давай ему такой очень успокоительный в кавычках ответ о том что да да такое очень часто происходит действительно на людей нападают бесы в их собственных постелях ну конечно такеру карлсону эта информация в общем-то не показалось чем-то таким совершенно обычным она вызвала у него обычную такую для американцев реакцию вау что ты говоришь но тем не менее то что с ним произошло было на лицо и поэтому ему надо было дальше как с этим жить и вот произошедшие с ним сподвигло его к такому вот каком-то как он сам признался очень сильному охватившему его желанию читать библию причем он стал это делать ну таким вот образом без каких-то там курсов без каких-то раза различных редакций не в рамках какого-то учения поскольку кому как он сам заявил к протестантским пасторам он не питает особо большого доверия и вот хотел читать библию именно ну вот сам для себя а не под влиянием чего-то такого вот руководства он купил библию и полтора года он провел в таком внимательном погружении чтение библейского текста это чтение по его собственным словам очень глубоко его изменила он не раскрывает в деталях того каким именно образом его изменил это чтение но свидетельствует о каких-то таких глубоких внутренних личностных транспорт трансформациях которые в нем это чтение вызвало и которым его привело интересно что собственно говоря и интервью которые он записывал и которые действительно вот выстрелила в этом мире буквально на всех континентах собрала собрала достаточно большое количество просмотров по всему миру и интервью с путиным и беседа с дуровым и с илоном маском они конечно вот как мы видим во многом стали по всей вероятности возможно именно благодаря этим самым изменениям которые в которые с такером произошли из-за вот этого такого внезапно открывшегося ему но для него состояние знакомства с реальностью духовного мира при том что сам такер карлсон прекрасно понимает насколько он смешно нелепо выглядит в глазах очень многих из тех и зрителей которые привыкли когда-то ему доверять а еще более нелепым выглядит в глазах тех зрителей которые и так то считали его в общем за его и политические какие-то другие взгляды человеком не вполне может быть вменяемым нормальным даже не рукопожатным и тем не менее он считающий посчитал нужным рассказать эту историю и история своего внутреннего изменения из историю знакомства с вот такой темной стороной духовного мира и он не утверждает со всей точностью говорит что не знает что именно с ним произошло пытаясь хоть как-то сохранить вот в этой ситуации наверное свое лицо но при этом конечно он вынужден признать что был были ли это демоны а он склонен все-таки определять это именно так но по крайней мере это была какая-то злобная невидимая сила которая при этом оставила вот такие следы на его теле но очень многие конечно из тех кто познакомился с этим материалом ролик только на платформе youtube набрал за два дня 100 тысяч просмотров и сейчас уже там больше ста тысяч конечно в общем восприняли эти откровения такера карлсона с известной долей присущего им скептицизма конечно подвергли действительно вполне ожидаемо журналистам насмешком заявляя о том что дескать это были либо его жена либо собаки те кто его там поцарапал либо он просто много выпил или много еще там чего-то принял в общем конечно нашлось наверное не так много людей судя по комментариям которые восприняли этот опыт такера карлсона всерьез тем не менее он был ему дан и если смотреть на эту ситуацию с точки зрения верующего православного человека то на самом деле ну для нас ничего такого уж прямо необычного в этом нет мы знаем множество жить и святых от времен древности до самого недавнего времени и знаем что подвижники православной церкви в своей жизни подвергались таким тяжелым и даже еще более намного тяжелым нападком демонических сил чем это случилось такером карлсоном здесь и житие преподобного антония великого которые без и сбивали практически до полусмерти и преподобного сергия радонежского преподобного серафима саровского которого без и поднимали в воздух и бросали озиме только благодать божия хранила святого старца ну и на самом деле вообще практически каждый верующий человек ну по моим таким наблюдением действительно глубоко серьезно верующий в какой-то момент сталкивается с этой реальностью господь как-то вот вводит его в познание того что действительно существует вот эта темная сторона духовного мира что она реально что она исполнена невероятной злобы ненависти к человеку стремится его погубить и это какой-то определенный такой опыт ну взросления что ли человеческой души который она проходит на своем пути возрастания в вере без этого опыта наверное даже как-то человека не может духовно повзрослеть не убедившись не испытав на себе всю ту страшную реальность которая на самом деле окружает в этом мире каждого человека только далеко не все имеют смелость или возможности в этом признаться и та реальность которая уже с последней такой страшной откровенностью обрушится на человека после исхода из этого мира когда человек уж волей и неволей лицом к лицу столкнется с существовала с существованием вот этих страшных демонических сил в этом смысле опыт такера карлсона совершенно не является какой-то новостью чем-то таким необыкновенным из ряда вон выходящим в монастырской жизни очень часто можно встретить людей которые ну иногда даже просто годами испытывают на себе какие-то вот такие демонические нападения в ночное время или даже в дневное время при этом это никак не свидетельствует о них как о людях с какого-то рода психическими отклонениями они вполне нормально вменяем адекватны ну вот при этом присутствует такая вот сторона их жизни которую они вынуждены нести зачастую скрывая от всех но тем не менее нередко это становится явным и очевидным будто духовная брань которую люди несут и ведут свои этой монастырской ну не только монастырской жизни обнаруживается какими-то вот такими очевидными для всех проявлениями почему это произошло именно с такером карлсона почему именно в такой форме почему именно сейчас это вот так вот прозвучало но наверное конечно все таки и мера долг терпения божия и милосердия на определенным образом исполняется и чем больше человек пытается добровольно оглохнуть ослепить себя отрицать существование духовного мира тем больше опасности он себя подвергает именно его такая вот расслабленность легкомысленность в отношении этих вопросов современного человека на и приводит к тому что незамечаемые отрицаемые им опасности вторгаются вырываются в его жизни способны порой разрушить ее до основания вот не так давно пришлось встретить случайно в москве девушку которой на была татуировка с таким демоническим изображением и когда я спросил что это она сказал что-то мой демоненок я его люблю он мне помогает ну вот это конечно к сожалению очень такая распространенная и не так уж редко встречающаяся ситуация человек испытывает определенную тягу вот этому духовному миру и начинает заигрывать с ним но на самом деле признаваться в любви к демоническому миру это все равно что стоять посреди дороги и кричать несущемуся на тебя грузовику как ты его любишь и как ты хочешь с ним дружить но отличие наверно только в том что грузовик не ищет столкновения с человеком и не стремится уничтожить он просто едет по своим делам а те силы которые с которыми человек сейчас пытается заигрывать силы вот этого демонического мира они как раз таки полностью целиком нацелены на то чтобы принести человеку как можно больше вреда уничтожить его и надо сказать что в этом отношении они обладают и огромной опытностью огромным искусством и огромной мощью а кроме того ими движет совершенно страшные запредельная для человеческого понимания злоба вот та ненависть которой полны эти существа они для обычного человека на самом деле который с этим никак не сталкивался просто даже ему очень трудно практически невозможно себе представить всю ее страшную разрушительную и губительную силу дружить с этими существами нельзя невозможно в принципе по определению и человек он на самом деле как-то внутренне чувствует что в этом мире присутствует какой-то такой источник его страхов источник опасности но что чаще всего он делает он пытается как-то эти страхи сделать привычными себе приручить смотрит фильмы ужасов для того чтобы так постоянно какую-то принимать такую дозировку пытается как-то вот окружать себя какими-то такими притягательными образами демонических сил и в этом смысле как раз таки я считаю что очень опасной книгой являются сочинение михаила фанатича булгакова мастера маргарита который вот таким вот образом романтизирует эти демонические дьявольские силы ну и подобные также подобного рода произведения все это вот в человеке формирует такую нездоровую какую-то тягу к тому чтобы иначе не скажешь заигрывать с проявлениями суд этих демонических сил с их источником он пытается каким-то образом с ними подружиться и несмотря на все предупреждения несмотря на то что людям которые понимают что на самом деле за этим стоит и скрывается хочется просто кричать чтобы предупредить своих соотечественников и просто окружающих нас людей о том что это не те силы с которыми можно вести себя подобным образом нужно всячески оберегать себя то опасных возможных встреч и столкновений с ними тем не менее конечно большинство людей в нашем мире все больше и больше подобных людей и празднование хэллоуина только умножает их число они конечно склонны вот к такому весьма неразумному и опасному поведению подобному тому как танцы на дорогах среди несущихся на них тяжело груженных автомобилей вот сейчас и такому общем известному в мире человеку как такер карлсон наверное выпало каким-то таким божьим промыслом божиим велением тоже эта миссия заявить о том опыте которые он получил и может быть хоть кто-то сможет услышать прислушаться понять поверить его рассказу и сделать для себя какие-то спасительные выводы выводы которые могут привести к такому здоровому чувству самосохранения среди того духовного мира который человек не видя в своей постоянной жизни не сталкиваясь как ему кажется с ним склонен не просто отвергать и отрицать а в общем то еще и делать частью какой-то своей вот своего развлечения в этой жизни что на самом деле является непростительной ошибкой поскольку очень и часто приводит к самому с таким страшным и трагическим последствиям особенности когда подобного рода интересы увлечения перерастает в какие-то формы колдовства оккультизма сатанизма здесь уже человек как правило в общем то еще при жизни подвергается такому тотальному разрушению личности ну а посмертная участь его тем более страшно вот такой вот новости нам хотелось рассказать поделиться и в нашем очередном выпуске христианского взгляда надеемся что этот рассказ будет полезен нашим зрителям приблизительно такой же вот по содержанию текст с описанием этого этой новости этого события можно прочесть на православие рук где он опубликованы если кто-то пожелает обратиться так сказать и перечитать этот обратиться к этой информации еще раз и перечитать рассказ они к этой публикации мы адресуем наших зрителей желаю им всегда пребывать в духовной трезвости бодрости и в под покровом милости господа нашего иисуса христа всего вам доброго до свидания